Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Карасин, Москва и Ереван сотрудничают, несмотря на сохранение стабильности в Армении. В Ереване стартовал саммит франкофонии. Богданов подтвердил временный характер договоренности по Эдибу. Ситуация в Сирии. Главные узлы самолета F-35 производятся в Турции. На родине Комитаса нет ни одного памятника, посвященного ему. В 2019 году в НКР пройдет чемпионат Европы по футболу Конефа. Сотрудничество России и Армении продолжается, несмотря на нестабильность политической ситуации в этой стране. Об этом заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник. Несмотря на сохранение определенной внутриполитической нестабильности в Армении, идет планомерная совместная работа по конкретным направлениям сотрудничества. Красноречиво-позитивная динамика по взаимному товарообороту. Его рост в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23%, до 925 млн долларов, указал он. Стороны по-прежнему сохраняют интенсивный диалог, заверил дипломат. За считанные месяцы состоялось три встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и две встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Николом Пашиняным. Наши руководители несколько раз общались по телефону, отметил он. Итогом такого частого общения Москвы и Еревана, по мнению Карасина, станет дальнейшее укрепление отношений между Россией и Арменией, как в двустороннем формате, так и в рамках общих интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. В своей вступительной речи министр иностранных дел Армении Зорап Нацаканян выразил благодарность экс-министру иностранных дел Республики Армения Эдварду Налбандяну, поскольку именно во время его пребывания на посту главы МИД Армении приняла председательство в министерской конференции, и именно во время его пребывания на посту было принято решение о проведении 17-го саммита франкофонии в Армении, отметил он. Франкофония – важный инструмент для продвижения французского языка в Армении, однако это еще и способ продемонстрировать солидарность и культурное разнообразие, сказал министр иностранных дел Армении Зорап Нацаканян в рамках министерской конференции франкофонии. Это важная платформа для экономического, образовательного и культурного сотрудничества. Для Армении это возможность лучшего ознакомления с идеями мирного сосуществования и общечеловеческими ценностями. Это очень важно для стабильности международных отношений, сказал министр иностранных дел. Наша страна проходит важный этап укрепления демократических ценностей. Надеюсь, что каждый из вас сможет открыть для себя новую Армению на фоне богатой истории и культуры, сказал Мана Цаканян. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов повторно подтвердил, что договоренности по Идлибу между Россией и Турцией носят временный характер и служат одной целью уничтожению террористов. Заместитель министра иностранных дел России, сегодня присутствуя на международном форуме «Диалог цивилизации», организованном агентством «Смутник», дал понять, что главной целью договоренности по Идлибу является создание демилитаризованной зоны вокруг Идлиба. Богданов пояснил, что российский контингент в Сирии продолжает свою деятельность и сотрудничает с Турцией, прилагая совместные усилия в соответствии с договоренностями в Сочи. Он сказал, что работа идет. «Мы надеемся, что последние договоренности будут полностью соответствовать документам, подписанным в Сочи». Богданов повторил, что договоренности по Идлибу временные, и их целью является уничтожение террористов в Сирии, особенно в провинции Идлиба. Богданов дал понять, что террористы, отказавшиеся сложить оружие, продолжающие воевать, будут или арестованы, или уничтожены. Утром в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации сообщалось, что радикальные исламисты шесть раз нарушили режим прекращения огня, действующий в провинции Латакия. Позже в Туркоманских горах были зафиксированы ожесточенные бои между сирийской арабской армией и незаконными вооруженными формированиями. На западе провинции Алеппо в течение дня продолжалось противостояние между радикальными коалициями Тахрир-Аш-Шам и Нур-Ад-Дин Ас-Зенки. Члены незаконных вооруженных формирований отнимают сельскохозяйственную технику у мирных жителей Африна и продолжают грабеж и незаконные захваты в ближайших районах. Члены курских отрядов народной самообороны сбили разведывательный дрон ВС Турции над населенным пунктом Кабани. Террористы исламского государства провели несколько атак позиций демократических сил Сирии СДФ. В северо-восточной части провинции ДРС Зор. Также исламское государство атаковало позиции СДФ, заявляло подконтрольное террористом информационное агентство Аль-Амак. В сообщении говорилось, что в результате ракетного обстрела радикальных исламистов было убито пять членов курдских военизированных отрядов. Одновременно с этим местный источник сообщил, что вертолеты ВВС международной коалиции вывезли из провинции ДРС Зора боевиков ИГИЛ. Приостановка поставок Турции истребителей F-35 окажет негативное влияние на производство этих самолетов, сообщает Блумберг. Турция характеризуется как глобальный лидер в производстве авиационной продукции. В сообщении отмечается, что самые важные части F-35 производятся в Турции. Части истребителей стоимостью в 12 миллиардов долларов произведены 10 турецкими компаниями. Некоторые компоненты F-35, такие как основной корпус и двери бомбового отсека, производятся американской компанией Northrop Grunman и турецкой Thai и их партнерами. Так что приостановка поставок запчастей сильно ударит производство самолетом и отодвинет поставки другим странам на два года. Музыковед, учитель и преподаватель. Основатель, мастер, педагог армянской национальной школы и композиторов родился в Кютахе. В раннем возрасте Комитас учился в геворкянской семинарии, а затем продолжил свое образование в Тбилиси. В возрасте 25 лет он получил духовный титул архимандрита. Комитас или Комитас Вартапет уезжает в Германию, чтобы углубить свое музыкальное образование. В Берлине он учился в течение нескольких месяцев с Ричардом Шмидтом. В качестве докладчика участвовал в дискуссии по западной Армении и армянской музыке в Европе. В 1910 году им был основан хор Гусана, а в 1911 году хор Гусана в Измирском соборе. Знаменитый музыкат, родившийся на этих землях, гастролировал по всем маленьким деревням. Он собрал более 3000 армянских народных песен, разработанных на армянском, турецком, курдском и арабском языках. 24 апреля 1915 года Комитас с около 600 армянских интеллектуалов были арестованы и депортированы в Сирийскую пустыню. Комитас был освобожден и возвращен в Константинополь в результате заявлений Мехмета Эмина Урдекула, Халида Эди Адивари, принца Йосума из Цеттина, посла США Моргентау. После возвращения из ссылки состояние здоровья Комитаса Вартапета резко ухудшается. Комитас был доставлен в Париж, где он оставался до последних дней. В месте рождения мастера Кютахи нет даже самой маленькой статуи, которая напоминала бы о нем. Ни одной надписи на стене, ни одной именной доски. Многие жители жалуются на это, но все напрасно. Все это, конечно, целенаправленная кампания против армянского наследия. В 2019 году в НКР пройдет чемпионат Европы по футболу Конефа. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций Конефа объявила, что в Нагорном Карабахе пройдет чемпионат Европы по футболу 2019 года. Информация о турнире скоро будет опубликована Конефа. Шведская международная организация является членом непризнанных государств, которые несовместимы с FIFA или UEFA в качестве национальных команд. Представители Конефа заявили, что они уверены в своем выборе после посещения Нагорного Карабаха. Министр спорта Нагорного Карабаха Наринэ Агабалян приветствовала эту новость, отметив, что этот турнир – прекрасный праздник спорта, культуры и дружбы. Федерация футбола Азербайджана строго осудила проведение турнира на азербайджанских территориях, проводимая НКР, и пообещала предпринять все необходимые юридические шаги и официально обратиться в Международную федерацию футбола FIFA и UEFA. Игры 2019 года станут третьими в Кубке Европы Конефа. Первый из них состоялся в Венгрии в 2015 году, но абхазские и южно-осетинские игроки отказались от участия. Тогда федерация решила провести свой чемпионат мира по футболу 2016 года в Абхазии. Организация отмечает, что в следующем году в Нагорном Карабахе будут участвовать 12 команд. Падиани является сепаратистским регионом Северной Италии, который выиграл Кубок Европы, а также Северный Кипр, Абхазию и Карпатали, венгерское меньшинство в юго-западном регионе Закарпатия Украины. В 2014 году футбольная команда Нагорного Карабаха, как правило, лишенная возможности участвовать в международных соревнованиях, участвовала в первом чемпионате мира в шведском Остерсунде. Политика футбола. ФИФА включает 23 члена, которые не являются членами Суверенной Организации Объединенных Наций, такие как Гибралтар, Уэльс и Палестина, но они классифицируют спорные районы как политически чувствительные районы на Южном Кавказе. Турниры Конефа являются альтернативой более крупным чемпионатам ФИФА. Конфедерация также включает в себя футбольную команду Западной Армении, предоставляющую армян Западной Армении. Попытки организовать международные футбольные турниры за рамками ФИФА начинаются в конце 1990-х годов. В 2014 году Конефа провела Кубок мира Вивакуляр, который является аналогичным турниром ФИФА, который состоялся в 2006-2012 годы. Напомним, что 29 декабря 1917 года Совет Народного комиссара СССР объявил права армян оккупированных территорий Турецкой Армении и Западной Армении и свободу на самоопределение добиться полной независимости. В 1920 году 19 января де-факто Верховный совет союзников Парижской конференции и в 1920 году конференц-зале Сан-Рема Западная Армения признала Армению независимым и суверенным государством. Граница с Турцией была предметом арбитража в 1920 году. 22 ноября президент США Вудро Уилсон следует отметить, что государство Западной Армении не было признано Организацией Объединенных Наций, поскольку оно оккупировано Турцией. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении населенное преимущественно армянским народом подверглось трем геноцидам со стороны турецкого правительства. Карин является официальной столицей Западной Армении, которая была признана союзными государствами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение комитаса Ховер в исполнении государственного камерного хора. КОНЕЦ КОНЕЦ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.